Привет, мои биатлонные друзья. Сегодня мы поговорим о последних новостях из мира биатлона, где чуть менее чем за месяц до выборов главы президента СБР разгораются серьезные страсти, где идут различные заявления с разных сторон. Попробуем во всем этом разобраться. Во-первых, Министерство спорта, собственно, расставило все точки над и сегодня, опровергнув информацию о том, что якобы с их стороны идет какое-то давление на отдельных делегатов, о чем заявил Эльдар Нугманов, глава Федерации биатлона Татарстана. Естественно, это заявление вызвало большой резонанс, поддержал его еще один представитель Иркутской области Евсин, который заявил, что, дескать, если Нугманов так говорит, то это значит правда. Но, во-первых, я могу сказать, что, в общем-то, Эльдара Нугманова знаю несколько лет, могу сказать, что это руководитель деятельный, ответственный, но при этом надо понимать, что действительно он поддерживает Алексея Нуждова, действительно находится в его, скажем так, кругу наиболее приближенных лиц. И там мероприятие проходило недавно, в общем-то, при его поддержке, где Дмитрий Губерниев присутствовал, ну, то есть, в общем, команда определенным образом пытается играть в свою игру. Поэтому ничего не могу сказать плохого про Нугманова, человек развивает биатлон в Татарстане, но, опять же, возникает вопрос о том, какие регионы Нуждова поддерживают. То есть, у нас Татарстан, Иркутская область, это все спортсмены, где минимум, скажем так, сильных биатлонистов. И, с другой стороны, уже ответ дали по этому поводу главы других федераций. Санкт-Петербург, в частности, Дмитрий Васильев и Евгений Редькин из Ханты-Мансийска, которые также опровергли эту информацию о том, что якобы идет какое-то давление. Ну, понятно, что поддержка у Майгурова будет со стороны больших регионов. Понятно, что у него хорошие отношения действительно с министром спорта. Но, я думаю, что необязательно для этого нужно какое-то вмешательство. Опять же, мы видим, что он провел встречу с министром Анной Багали. Анна Багали проводит кубок своего имени совместно со Скемиром, где участвуют представители множества регионов. И, я думаю, что ее поддержка также может стать важным фактором в этой предвыборной борьбе. Ну, и, собственно, ставка нуждового, понятно, идет на обещание, на то, что будет призовой бюджет, серьезный призовой фонд. Однако, пока не называются никакие источники. То есть, идет просто вброс в СМИ, что вот только на призовые мы потратим 100 миллионов рублей. Откуда это будет? Газпром столько не даст. Соответственно, кто это? Какие-то очередные неназванные спонсоры. То есть, можно же огласить конкретно, какие компании за этим стоят. Потому что через это мы уже проходили в свое время, когда Владимира Драчева избирали президентом. Он даже называл имена Ротенбергов во время отчетно-выборной пресс-конференции и всяческим образом впечатлял. На это также повелись малые регионы, которые действительно нуждаются в поддержке от СБР, которые действительно не хватает средств для полноценной работы. И в результате что же получили? Получили то, что уже на второй год бюджет был не выполнен. Образовались огромные долги. Были к тому же серьезные претензии со стороны Газпрома. Поэтому здесь, ну что можно сказать? Вот даже если говорить про Газпром, то там спонсорство оказывалось под угрозой. Из-за недееспособности той управленческой команды, которая не могла отчитаться о потраченных средствах. Ну, первые лица там известны. Это был Владимир Петрович и Алексей Викторович. Такая же, собственно, беда была и с ЦСП, и с зарубежными контрагентами. Поэтому хорошо, что потом уже команде Майгурова удалось привести все эти вопросы в порядок. И поэтому по Газпромовской спонсорской поддержке вопросов сейчас нет. Кроме того, также система матпомощи в регионах сохраняется. То есть первый сезон там было 5 миллионов, которые я озвучивал в своем ролике. И то, что это, конечно, малое и недостаточное количество. Но уже сейчас поддержка увеличена до 11 миллионов в этом году. А дальше может быть и усиление ее и продолжение. Потому что матпомощь будет, скажем так, более разнообразной. То есть ассортиментный ряд увеличится. Поэтому если раньше пневматику предоставляли только двух типов и, соответственно, мишенные установки, то в этом году уже винтовки четырех типов пневматических. Ну и, соответственно, регионы сами могут выбирать определенную систему матпомощи. Поэтому я думаю, что в этом направлении политика будет продолжена. Что же касается информации об, так сказать, давлении, то у меня есть и другая информация от других регионов, которые говорят, что со стороны местных властей им идет установка, скажем так, голосовать за другую кандидатуру. Ну, опять же, могу сказать, информация эта анонимная. Я не могу называть регион там и людей, которые за это говорят. Но она у меня есть и, соответственно, это тоже неприятно. То есть когда одна сторона обвиняет другую, вот так голословно, но при этом имеются такие же заявления и напротив. Но, опять же, не могу говорить о том, что это прям подтвержденная информация. Просто что нужно понимать, что это идет с обеих сторон. И сейчас идет серьезное перетягивание канатов. Потому что, насколько я понимаю, ситуация действительно очень тонкая на грани. Примерно там 50 на 50. И судьбу выборов может решить каждый голос. И поэтому оба кандидата за каждый голос ведут борьбу, делают поездки в определенные регионы. И как это дело будет дальше развиваться, сказать сейчас сложно. Но еще немаловажный момент. То, что сейчас, когда идут эти обещания, когда тратятся деньги на определенные банкеты и мероприятия, дарятся подарки региональным федерациям, это все делается для достижения главной цели. Стать президентом СБР. Когда она будет достигнута, не будет никакого резона в поддержании того же уровня поддержки. А просто дальше будет происходить по принципу разделяй и властвуй. То есть, кто-то из приближенных останется в правлении, будет принимать участие в принятии решений, хотя, понятно, не основное, потому что это будет, в общем-то, театр одного актера. А с другой стороны, даже кто-то из поддержавших может оказаться и вовсе не у дел, потому что можно вспомнить, когда, в общем-то, эта же компания проводила предвыборную кампанию в 2018 году, там их поддержали Александр Тихонов и Валерий Польховский. Но поскольку оба авторитетных наших специалиста не вписывались в их концепцию, и, ну, не те люди, которые будут играть под чужую дутку, то их очень грамотно и технично убрали сразу же, буквально на следующий день после выборов. Поэтому, господа представители регионов, думайте, как бы ни оказались вы в их числе, и думайте о том, что будет на самом деле вместо обещанной поддима. Кроме того, какой еще важный момент в плане развития, это, конечно, проведение соревнований, совместных с Федерацией биатлона Белоруссии. Опять же, интересно, как будет проходить гонка, вот эта гонка в городе. То есть, будет ли это что-то подобием какой-то гонки чемпионов, которая у нас раньше была. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы это направление продолжалось, и также лыжная федерация к этому подключилась. Мне нравятся идеи о сотрудничестве Союза биатлонистов России с ФЛГР, и касается это не только там, условно говоря, обменом спортсменов, ну, в данном случае донором выступает ФЛГР, естественно, не наоборот, но и те факты, что какие-то, может быть, совместные мероприятия. То есть, та же шоу-гонка могла бы включать и лыжников, и биатлонистов. Поэтому хотелось бы, чтобы главы СБР, ну, уже вновь избранный глава, которым, я надеюсь, по-прежнему останется Виктор Майгуров, как-то наладил контакты и с лыжной федерацией, и ту же гонку, шоу-гонку, можно было бы провести совместно. Тем более, что такой опыт уже был в Тюмени, и проходило это на стадионе, при большом скоплении зрителей, при участии иностранных спортсменов. И все это смотрелось очень здорово и интересно. В конце концов, в наши трудные времена две федерации должны идти нога в ногу. Но многое, конечно, будет зависеть от того, кто же возглавит в итоге Союз биатлонистов России. Совсем уже практически скоро, четыре недели остается, и в дальнейшем мы будем очень внимательно следить за развитием событий. Ну, а что касается еще наших дел, то Белорусская Федерация, в свою очередь, как сообщает телеграм-канал Руслана Васильева, завершила первый сбор в межсезонье и провела даже Кубок БФБ. То есть, тоже неважно, с призовым фондом. Да, немного получилось. 2000 белорусских рублей победителю, около 600 долларов. Но это примерно та же сумма, которую платили на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Я думаю, что белорусы даже специально взяли эту сумму для ориентира и провели кроссовые соревнования по беговым дорожкам со стрельбой из пневматического оружия. Победителями стали достаточно ожидаемо лидеры команды Динара Олимбекова и Антон Смольский. Вот такие у нас на сегодня новости. Ну, а вы подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.